Всем привет, друзья! Я думаю, у каждого из вас возникал вопрос, когда вы были на заправке Сколько чаевых зарабатывают заправщики в час? Потому что лично я неоднократно видел картину, когда люди заправились Потратили буквально пару минут и дают заправщику 10, 50, 100 рублей Соответственно, денег на самом деле может получаться очень много Поэтому сейчас я перевоплощаюсь на несколько часов заправщика Иду помогать людям заправлять их автомобили И выясняю, сколько денег можно заработать, занимаясь данным видом деятельности Погнали! 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 Если же он выбирает другое топливо, то в таком случае можно порекомендовать человеку заправлять топливо G-Drive для увеличения мощности И в таком случае он еще позаботится о своем двигателе Заправляем? Причем еще такие звездочки типа, можно подмигивать После того, как ты определился, сколько литров какого топлива нужно заправить человеку Ты сообщаешь ему номер колонки, напоминаешь количество литров и вид топлива После этого человек уходит, а ты заправляешь машину Также еще по инструкции положено спросить, нужно ли протереть стекла и номерные знаки После этого быстро, аккуратно заправить автомобиль топливом Оказать сервис по желанию клиента И попрощаться до скорой встречи В общем-то, ничего сложного, я запомнил Погнали! Здравствуйте! Да я могу заправить Не-не-не, я предушку заправляю сам Хороша Слушай, смотри, а вообще часто отказывают? Вот потому что мой первый же клиент мне сразу сказал нет Не, надо просто спокойнее походить Дать клиенту сначала выйти, адаптироваться Потом уже предлагать Ну вообще, много людей соглашается? Сколько примерно процентов? Да, большинство, ну процентов 90 соглашаются А, да? Есть еще такой миф, на самом деле для меня это было сюрпризом Но среди автомобилистов это достаточно популярная теория То, что бензин закачивается в автомобиле под давлением вместе с газом После этого ты приезжаешь домой, у тебя за ночь газики выходят из топливного бака Соответственно, объем бензина уменьшается И получается то, что заправка с тебя взяла денег за определенное количество литров И по факту дала меньше Мне объяснили, как работает эта система И это просто физически невозможно Потому что подо мной сейчас находятся резервуары с топливом То есть там 92-й, 5-й, G-Drive, 8-й Даже если бы сюда закачали бензин с каким-то определенным газированием Под каким-то определенным давлением Сами вот эти вот баки, которые хранят топливо Они не герметичны Соответственно, если в них было бы лишнее давление То оно бы стравилось вот через эти самые клапана Это примерно то же самое, как у оператора-кассира Есть особая кнопка, которую он нажимает и выбирает Залить тебе больше или меньше Для того, чтобы как-то тебя развести на деньги Пойдемте посмотрим, как устроено все у кассира И где там у него эта секретная кнопка Вы можете смеяться, но реально люди на форумах пишут такие вещи по поводу заправок Здравствуйте, Тим Мы сами Только первый день устроился на работу А мне все отказывают Никто не хочет, чтобы я заправил машину Чувствую себя каким-то бесполезным реально Скажите, а почему мне все отказывают? Почему никто не хочет, чтобы я помог заправиться? Застаю, как будто бы и не нужен Ну, женщина обычно еще просит заправиться А мужики все сами делают Женщины, чтобы не пачкаться А мужики все сами делают Здравствуйте И у нас покаты на тысячу На тысячу? Да Все, хорошо Очень многие автоматы на разных заправках устроены по-разному У каждого из них своя система Но просто прочитали короткую инструкцию И вы уже владеете ситуацией А, он же не может оплатить, пока я не повешу пистолет Бак Он, наверное, стоит там по камерам, смотрит Все Готово Теперь ждем чаевых Вообще, на самом деле, зарплата заправщика начинается на разных заправках Естественно, по-разному это стоит Но примерно от 15 тысяч рублей И дальше уже в зависимости от того, сколько смен в месяц ты берешь То есть, это может быть и 20, и 25 Так что базовая ставка достаточно неплохая И плюс к этому еще чаевые А сколько чаевых, мы узнаем в ближайшее время Здравствуйте Каким видом топлива будете заправляться? 95 обычно Хорошо, на тысячу рублей Не знаю, на самом деле, вроде бы все так просто Но мне как-то очень волнительно Потому что мы работаем на живую Приезжают реальные клиенты Которые реально могут остаться недовольны Нам потом реально могут дать люлей За то, что если мы что-то тут сделаем не так При всем угаре на видеокамеру Максимально серьезно стараемся это делать И оператор, как вы видите, все время где-то прячется И снимает издалека Чтобы не травмировать психику людей Которые приезжают на заправку О, готово Ровно на косарик Ждем Так, друзья, нам сейчас разрешили Немножечко похулиганить Воспроизводим достаточно нестандартную Но типичную ситуацию Берем пистолет Вставляем его в бак После этого автомобиль заправился И начинает отъезжать И забывает вытащить пистолет Давай Что происходит в этот момент? Сначала шланг натягивается Там есть специальная муфта Которая в какой-то момент должна порваться Ну, рвись муфта Вообще 150 килограмм она может выдержать максимально Когда уже этот вес натянется Во После того, как произошла эта ситуация Водитель выходит из машины Смотрит, порвался шланг Смотрит по сторонам, никто не видит Быстренько вставляет это обратно Каким-нибудь усилием Немного постучал, соединяет Вешает пистолет в бак И уезжает Пока его никто не запалил После этого приезжает следующий водитель Берет вот так вот шланг Он у него в руках развалится Во-первых, может по машине ударить Во-вторых, облить бензином автомобиль Ну и в-третьих, вообще испугать человека Соответственно, до второго водителя Эта ситуация в таком виде доходить вообще не должна Если вы вдруг Я не знаю, как это произошло Но вы забыли достать пистолет из бака Уехали, это все оторвалось Вы спокойненько идете к кассиру Рассказываете о том, что произошло И не переживайте Никто с вас деньги брать не будет Потому что здесь все застраховано Все нормально будет Соответственно, если вы поступите безответственно Вот так вот это все дело соедините и уедете То никому от этого хорошо не будет А если вы вдруг оказались тем самым вторым клиентом Который приехал и вот на вот это вот нарвался То тоже не спешите сваливать с этой заправки Сходите, скажите об этом кассиру И все, ситуация сразу же разрешится И, кстати, отсюда не будет литься бензин под огромным напором Потому что эта муфта имеет специальный запорный клапан от этих ситуаций Но какие-то остатки бензина и шланга вот накапать могут таким образом Какая еще может быть ситуация? Человек заправлялся перед вами Либо вставил шланг с той стороны автомобиля Соответственно, натянул его А так как внутри вот этого толстого шланга Есть еще тонкий газовозвратный шланг Который под давлением тянет в себя газы Чтобы здесь не было никаких лишних запахов И если во время вот всей этой ситуации Вот этот тоненький шланг внутри лопнул То, соответственно, может произойти следующая ситуация Смотрите, я снимаю Начинают идти цифры А при этом топливо не идет Потому что оно отсасывается компрессором обратно через газовозвратный шланг Соответственно, в этой ситуации не паникуйте Вешаете обратно пистолет, идете к кассиру Говорите, что вот такая вот произошла ситуация Просто встаете на другую колонку Заправляетесь и все нормально Никто с вас денег за вот эти вот пустые цифры не возьмет Тебе отдали мои чаевые? Сколько? О, так, первый доход А вообще, есть такая тема, пацаны То, что в конце все скидывают в общий банк Чаевые делят поровну, нет? Скажите, кто сколько набегал 22, 24, 25 Спасибо большое О, вторые чаевые сразу же сходу Я это все буду складывать в отдельный кармашек И в конце мы посчитаем прибыль Здравствуйте Какой у вас? Сам? Ну, хорошо На самом деле, очень много отказов Это, наверное, связано с тем, что я плохой заправщик Здравствуйте Какой вам бензин? Послушка С камерой Ну, мы снимаем просто про обслуживание на заправке Хорошие, хорошее обслуживание Да я не пытался Вы что? Я же даже Давайте тогда я заправлю все-таки А то вы Сегодня на улице минус Поэтому я не предлагаю никому протереть стекла, зеркала Если бы температура была плюсовая То это могло бы повысить мой доход Но, к сожалению, сегодня минус 2 Вот это интрига сейчас Будет очень круто, если чувак выйдет из этой тачки и скажет До полного бака 98-го На тебе соточек Здрасте Давайте заправлю, чтобы вам не пачкаться Какого вам бензина? Сколько литров? Нет, заправлю, заправлю Спасибо Хорошо Слушай, а вообще, с какой у тебя рекорд был? Ну, может, в час, я не знаю В час? Ну, 500-600 рублей А рекорд за раз? За раз 100-150 Здравствуйте Какой вид бензина? Сколько литров? Я сам справлюсь Хорошо Мне все отказывают Что делать? Слушай, ну вот вообще Мне отказывают практически все Это ненормально, да? Обычно гораздо лоярно Ну, просто здесь уже постоянные клиенты И я так понимаю, что просто новое лицо для них Серьезно? Ну, то есть, вот большинство машин для тебя знакомые Которые приезжают Как ты начинаешь? Вот у тебя есть какая-то своя фраза? Или просто Добрый день Вас заправить? Да, давайте заправлю ваш Отдох Добрый день Каким топливом заправлять? Старым я заправлю Спасибо Я могу заправить, мне несложно Я для этого здесь, собственно, стою Давайте, сколько литров? Или рублей на сколько? До полного До полного бака Все, сейчас Я уже ничего Ну, здравствуйте Каким видом топлива? Сколько вам заправить? Я сам заправлю Отдыхать Хорошо Здравствуйте Каким видом бензина? Сколько литров? Я сам вкусно Хорошо Какой вид топлива вам? Сколько? 25 до полного сделайте Хорошо Спасибо Дядька мне отдал чаевые сразу же Как только вот вышел Отдал чаевые, говорит 95 до полного Так, друзья Значит, как все это работает? На самом деле Никогда не задумывался Над этим вопросом Однако пистолет устроен Не так уж просто Здесь есть большое отверстие Через которое, собственно Поступает топливо И маленькое отверстие Через которое Если вдруг Уровень топлива Доходит Примерно вот такое вот Расстояние До мембраны То здесь срабатывает клапан И пистолет выключается Когда он только что заправлял Это сделано для того Чтобы когда вы заправляете машину До полного бака В какой-то момент Оно не начало выплескиваться Если не дай бог Такая ситуация случилась То вы просто идете к кассиру И вам делают пересчет Все нормально Лишних денег С вас никто не возьмет Далее Заправились Вешаете пистолет Потому что если вы его не повесите То заправка не окончена Вы не сможете ничего оплатить Если вы повесите пистолет Каким-то я не знаю Кривым образом Я даже не могу это сделать Ну Ну как-нибудь наверное Это возможно В общем если вы повесите пистолет Криво То заправка тоже не закончилась Это сделано для того Чтобы не могла подъехать Другая машина Начать заправляться Потом происходит какая-то путаница То сколько литров Какого бензина залил Непонятно Поэтому заправились Повесили пистолет И больше эта штука не работает До тех пор пока вы не оплатите Соответственно Следующий водитель Не может подъехать И начать заправляться Здрасте Каким видом бензина Сколько литров Да я сам Да я сделаю Да нет Жедрайва на тысячу Хорошо Первая колонка Ой забыл везти косарь Стою смотрю Они сами бегут Блин придется ловить Сейчас чуваку бы заправил За свой счет Смотрите водитель Subaru Дал мне шоколадку Вместо чаевых Слушай А это даже может прикольнее В какой-то степени А что у тебя было Из самого необычного На чаевые На чаевые канистры Также ребята Мне сегодня рассказали По поводу той ситуации Когда ты просишь Например Заправьте меня на тысячу рублей А по итогу получается 999 рублей Ну и там В 87 копеек Почему вы должны платить В 87 копеек А не ровно тысячу Как хотели Потому что В ТРК есть измеритель Который имеет шаг Одна сотая литра Соответственно Если при пересчете Курса бензина На сегодняшний день Вот в эти вот сотые литра Иногда может не получиться Просто число Такое как тысяча А он не может сделать Шаг меньше Чем это заложено Минимально Здравствуйте Заправить вас Да Пожалуйста Сколько Какого бензина 95 95 Гидрайв Необычный Обычный На сколько На тысячу рублей Окей Это какая-то промо-акция В смысле Илья Стреколовский Приятно познакомиться Да Погоди Здорово Узнал парень Так что это не объективно Сейчас будет По чаевым А прикинь Ничего не оставит Вы и так блогеры Там уже зажрались Ну если Из практики Сходить То я Как правило Даю мелочь Который у меня в кармане Но не более десятки Где-то 10-20 В зависимости от того Как работают Например Стекла протерли Не протерли Есть такая тема Это уже Сверхлюкс Называется Вообще Тетеньки Самый благодарный клиент Их подкачаешь Сотня твоя Сейчас работаю Здесь система Где-то нужно сначала вставить Потом оплатить Здесь ты вставляешь пистолет в бак И сразу же начинает идти топливо То есть тебе не нужно заранее платить Поэтому если ты не понял Как это работает Не воспользовался услугами заправщика Вставил пистолет Хотел заправиться на 300 Но пока ты шел от одного конца заправки До кассы У тебя уже налился полный бак То тебе в такой ситуации Придется оплачивать полный бак Поэтому нужно быть внимательным Когда приезжаешь на заправку Чтобы понимать Какого типа здесь установлена система Здравствуйте Какой вам сколько литров? У меня второй до полного Хорошо Номер колонки 5 Вот так вот Полный бак залил Чаевых не оставил Бывает еще ситуация Когда у вас у автомобиля Бак, например, 50 литров Вы приехали на заправку Заправились И у вас в машину влезло 56 литров Вы начинаете выяснять Как так? У меня всего 50 литров Вы, наверное, неправильно считаете литры Каким-то образом То есть в вашем литре Жидкости меньше, чем в стандартном литре Итак, друзья Давайте разберемся с этой ситуацией конкретно Вот канистра На которой написано 10 литров Как вы можете видеть Сейчас мы посмотрим Сколько литров бензина в нее может влезть на самом деле Просто дело в том, что топливный бак автомобиля Это не средство измерения объема жидкости Вот, например, 10-литровая канистра Я налил почти до самого горлышка То есть она доверху сейчас Так, сколько у нас получилось литров? 10 литров и 59 сверху Соответственно, то же самое может произойти с автомобилем Если у вас случилась такая ситуация И вы не доверяете заправке То, что у нее литры не соответствуют литрам То вы можете попросить сделать пролив на мерник Смотрите, друзья Вот такой специальный мерник Он даже опломбирован таким образом Чтобы государственные органы могли все проверять Сейчас мы наберем в него ровно 10 литров бензина И посмотрим, как это будет выглядеть Значит, смотрите У нас получилось 10 литров И еще 2 деления То есть еще 0,2 Соответственно, больше бензина Причем в пределах погрешности Которая составляет 0,5 в зимнее время А сейчас у нас минус 2 на улице, я напоминаю Таким образом, вы можете абсолютно на любой заправке Затребовать вот такой вот мерник И сравнить, сколько по факту наливает колонка топлива На 1 литр Здрасьте, кого вам на сколько? На спятый, на полный Что такое произошло? Что из-за прачки? Да все, YouTube уже не тот Надо нормальную работу искать Блин, у него такой геморрадный бензобак Невозможно заливать на полную мощность пистолета Приходится его держать примерно на половину мощности Как только включаешь полный, то сразу же отстреливает Надеюсь, он не оставит чаевых после такого Или я ему скажу, что у него полный закончился на 40 литров Ух ты, полтос Мы выясняем, сколько чаевых можно заработать Работая с заправщиком на заправке Честно говоря, я полтос не даю Где-то по 15-20 рублей я в среднем даю Ну так давай, сколько даешь обычно? Точно? Да конечно, ну что? О, спасибо Двадцаточка Все четко, мы не нарушаем чистоту эксперимента Ну что, друзья, подведем итог По факту я здесь провел 3 часа Из них 2 часа я реально заправлял машины И час ушел вот на все эти разговоры Соответственно, на данный момент в моем кармане находится один вот такой вот энергетический батончик И куча мелочей Я ожидал то, что будет очень много людей говорить Да, заправь меня, будут полтинники давать, сотки На самом деле этого нет Во-первых, большинство людей вообще сами заправляются А во-вторых, те, кто оставляют, оставляют только мелочь Не знаю, может быть я такой плохой заправщик Я вообще не проходил никакого обучения и стажировки А вообще у ребят, перед тем, как они выходят на работу Есть определенное время, которое они должны учиться Итак, считаем, сколько получилось 70, 71 71, 60 И батончик Это я заработал за 2 часа времени Я, честно говоря, ожидал сумму гораздо больше Парни говорят, что бывает до 500 рублей в час это может доходить Но я думал, что это сумма, ну там, тысяча, полторы Потому что, когда я стою на заправке и смотрю, когда люди отдают большие купюры Я прям пытаюсь это все скалькулировать на 60 минут в час И лично в моей голове получалась цифра больше, но по факту нет В общем, как-то так получилось Надеюсь, что вам понравился сегодняшний эксперимент Информация, которую вы узнали, была для вас полезной Ну а на этом, в общем-то, все Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски С вами был Илья Стреколовский Всем огромное спасибо за внимание До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok